Всем добрый вечер еще раз. У нас вечер. Ребята, ничего не снимала. Вы прекрасно знаете, что Ваня у меня заболел, ну а с ним заболела и я. Ну, сейчас вечер. Муж у меня ушел в садик за Мариной, потому что у меня температура. Сейчас немножко пониже стала, поэтому пока я себя более-менее чувствую, две таблетки норфена шрепила. Хочу сделать бульонные пельмени маленькие. Покупала тогда, делала с картошкой, с морковкой, с лучком. Вкусно было. И сейчас опять так же хочу сделать. А муж потом будет на летней кухне варить картошку, яйца будет варить. Будем еще окрошку вечером делать. Ну, попозже, чтобы еще окрошка была. Видите, ждут окрошку. Ванечка у меня сейчас спит. Я сначала просто пыталась отлежаться, думала, ну, может, без лекарств мне полегче станет и все, и не буду тогда лекарства пить. Но нифига, голова сильнее и сильнее, температура выше и выше. По концовке я выпила таблетку. Сначала одну выпила. Минут 15 прошло, толку ноль. Я тут же вторую выпила. Сейчас вроде более-менее, я себя чувствую более-менее. Ванечка спит, у него 37,5. Сейчас усну. Я ему ушко закапывала. У него стало сегодня, он жаловаться, стал на ушко. Что у него ушко болит. Мы ему закапали, все сделали. У меня хорошо дома всегда отипак есть. Надо где-то заказать. Хотя потом, напомни мне, когда я за компьютер сяду, чтобы я отипак заказала. Там его уже немножко осталось. Чтобы было в запасе. И сегодня мужу сказал, говорю, зайди, купи либо профен или что-нибудь от температуры. Только не парацетамол сиропом. Потому что Ваня таблетками пить не может. Его рвать тянет. Он взял норофен. Сироп. От температуры. Потому что у меня там чуть-чуть осталось. Я сегодня заехала в одну аптеку после больницы. Но у меня денег не хватило на него. Поэтому я мужу попросила. Я с собой не брала деньги. Он после работы зашел. И взял лекарство. Так что вот так вот. Сейчас почищу. Чищу, кстати, картошку. Сегодня в магните взяла картошку. Такая хорошая. И это бульонные пельменьки. Сейчас ребятишкам сделаю, чтобы они поели. Утро сделала. Хорошо за ура в свет. Ушло. Пакетик на кастрюлю. Картошку, морковку, лучок туда. Вообще вкусно получается. Как бульончик такой. И вот сейчас опять так же сделаю. И ребятишкам поедят. Ваня, может быть, хоть что-то поест. Ваня ничего путем не ест. Я ему сегодня и то, и то предлагала. Он ничего путем не ест. Нет бульонной пельмешки. Маша одно, что макароны просит. Вот любитель макаронов. А то вы всегда говорите, что я сама заставляю детей макароны есть. Я не заставляю. Они сами меня заставляют их варить. Маша сегодня весь день. Мам, ну свари мне макароны. Пельмени. Сейчас пельмени я сделаю. Маша макароны просит. Макароны? Он у тебя спрыгнет сейчас с плеча. Так, еще лук надо почистить. Ой, господи, нагибаться. Блин, лук заканчивается. Макароны. Маш, макароны давай потом. Сегодня еще окрошка в добавок будет. Смысл макароны варить? Откладка будет? Да, папа потом окрошки еще будет на летней кухне варить. Потому что дома жарко. Как у меня закончили ребятишки учебу? Оксана хорошо. Маша хорошо. Катя хорошо. У Егора еще экзамены. Света еще сдает там недочеты свои. Поэтому так. У Ильюши вроде тоже все хорошо. По поводу Машиного выпускного мне писали. Вот, Настя, ты как всегда на Машу сэкономила. Нифига. Вот почему ребенку не платят. Еще на выпускное молнию взяла. Ребят, а мы не собирались. Вы, если не заметили, то на фотках все в штанах и в блузках школьных, которые они в школу ходили. Потому что мы заказывали турбазу. Они ходили у нас на турбазу. Оксаночка, не мешай себе, пожалуйста. Хорошо? Они ходили у нас на турбазу. Они отдыхали там. Фотки тоже некоторые у меня в контактах. Конечно, я скидываю. Но некоторым же не имется. И всякую ерунду пишут. Нет, на Маше. Ну и, кстати, после этой, после линейки мы сходили. Еще Маша попросила блинную сходить. Мы сходили еще раз блинную. Как вы понимаете, блинные это тоже не дешево. Один поход с двумя у меня обходится под тысячу. С тремя полторы. Вот мы тогда первый раз сходили с тремя. Она полторы тысячи вышла. Заберите его, пожалуйста, отсюда. А с двумя вот я ходила. У меня тысячи вышло. Так что это тоже не дешево. Вот так вот. Там никто, потому что они на турбазе веселились. Прыгали, скакали. У них там было мероприятие. Аниматоры были. Молодцы, хорошо провели. Я профоткала родителям в группу. Скинула фотографии. Там уже сами родители выберут, кому какая фотка нужна будет. Так что не надо говорить, что я на Маше сэкономила. Тут не получится сэкономить. Хоть ты как, ты пытайся. С выпускными тебе сэкономить явно не получится. Так что чушь, не мылите мне, пожалуйста. Папа опять все на летнюю кухню унес. Терку на летнюю кухню унес. Все на летнюю кухню он таскивал. И как мне теперь готовить, вообще не понимаю. На терку купить. Так, масло, лук пока поставить зажарить. Сейчас бульонные пельмешки сделаем с вами. Вот, ребятишки. А, все, больше не могу опустить ниже. Поставила готовить. Лук обжаривается теперь пока. Я пока натру морковочку. Терка только такая теперь. Вторую муж забрал на летнюю кухню. Ему придется такой натирать. Что теперь? Так что вот так. Сегодня мы сходили на прием с Оксаной, анализы сдали. У нас дожди. Дождь сегодня льет целый день. Огород нас спахали, как вы знаете. Парник один он сделает. Сегодня хотела второй, но погода нам не дала. Сделать никак. Погода у нас не остится. Поэтому вот так вот. Ладно, мои хорошие, буду готовить и кушать. Если вам интересно, оставайтесь с нами. Подписывайтесь на наш канал. Сейчас приготовлю пельмени бульонные. И покажу вам, что у меня получилось. Ладно, готово. Так, все, мои хорошие. Бульонные пельмени сварились. Вот такое вот оно получается. Картошечка, лучок, укропчик, морковочка, зелень и пельмешки. И вкуснятина. Вот так вот разложила. Тут у меня еще осталось все. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Всем добрый день, дорогие друзья. У нас новый день. На улице жира. Видите, в каком я виде. И сегодня у нас небольшая распаковочка от компании Ticketek. Там очень должен быть интересный обзорчик вещей. Поэтому оставайтесь со мной. Ссылочки все оставлю в описании под видео. Проходите и смотрите заказы. Сейчас аккуратно открою, так как там вплотную пакет набитый. Тут заказ небольшой, но очень интересный. Раз, два, три, четыре, пять вещей всего, ребят, нам смотреть. Ну, давайте начнем, наверное. Так. Давайте вот с этого начнем. Это футболка. Я заказывала для Светы или Кати. Не знаю, кому подойдет. Это сороковой размер. Светленькая. На лето. Девочкам заказала. Вот такая вот. Ну, на Свету она будет маленькая. На Кате будет хорошо. Вот такая вот футболочка. Очень легенькая, светленькая такая футболка на лето. Самая то девчонка моим. Они у меня израстаются. Одежда быстро маленькая становится. Что могу сказать? Качество мне нравится. Принт классный. Принт, кстати, не наклейка, а прям так нарисованный. Хорошо. Сзади она, видите, немножко подлиннее, чем спереди. Такой скос небольшой идет. Сороковой размер. Ручки вот. Рукавчики коротенькие, хорошенькие. Ребенок сегодня померяет. Я вам покажу, как будет оно на ней смотреться. Если интересно, оставайтесь. Дальше давайте. Второй. Что у меня два одинаковых платья, что ли? Странно. Ребят, вот странно, но у меня два одинаковых платья. 52 и 52. Видимо, с каким-то заказом у меня спутали. Ну ладно, сейчас я открою их оба и посмотрю. Какое вообще это платье. Так, платье 52 размер. Ну да, два одинаковых. Вот такое вот платьишко, красивое. Вот так вот будет на мне смотреться. Мне кажется, такой цвет мне хорошо идет. Здесь состав 95% вискоза, 5% это лайкра. Вот такое вот платье. 52 размер. Мне нравится вот с цветами. Я вообще цветы люблю. Поэтому оно померяю сегодня и посмотрим, как оно будет. И сейчас второе такое же я открою и посмотрю. Ну потому что по рисунку, вот видите, вот здесь рисунок и здесь вот одно и то же. Но сейчас все равно откроем и посмотрим. Я не знаю, видимо, перепутали, положили не то. Да, точно такое же, ребята. Но буду теперь в одинаковых платьях ходить. Так что вот так вот. Два одинаковых платья. У меня дети иногда любят мои платья одевать. Поэтому я не расстроюсь даже, если два будут. Дальше туника. 52 размер. Тут все идет женское, все идет на меня. Поэтому вот так вот. Вот такая вот туника с киской. По бокам есть карманчики. Вот так вот. Она коротенькая. Розочки, киски такие. Классная туничка. Не длинная. Так, что у нас состав здесь? Состав стопроцентный, ребята, хлопок. Классный. Вот розочки, они прям такие скользкие. А остальное все вот. Видно, что это наклеечка. Посмотрим, как будет в носке. Будет стираться или нет. Со стиркой уйдет рисунок или нет. Все видно будет. Но так-то очень красивая. Дальше, ребята, смотрим. Следующее. Я очень на него надеюсь. Потому что скоро, как вы знаете, у меня у ребенка был последний звонок. Скоро у ребенка выпускной. И я все думала, гадала, в чем же мне идти. Решила заказать. Там очень большой выбор в платье. Можно разные заказать на выпускные. Ну вот я почему-то заказала именно себе голубенький, синий. Это вот такое платьишко строгое, простое. Сверху такое прозрачное. И оно не длинное, оно коротенькое. Посмотрим, как будет на мне смотреться. Но я почему-то на него надеюсь. Так, 95 полиэстер, 5 лайкра. Вот такое вот платьишко. Вот такой вот, ребята, был заказ. Пишите, что вам понравилось из этого. Сейчас я все примерю и все вам покажу. А вы мне скажете, что вам больше понравилось. Дорогие друзья, одела сразу же голубое платье. Мне очень нравится синее такое. Ну, конечно, лифчик будет под цвет платья. Ну, а так в целом напишите, как вам. Мне нравится расцветка. Как я уже заметила, мне такая идет. И оно не сильно короткое. И не сильно длинное. Вот такая вот туничка с котенком, с розочкой. Мне она очень нравится. Но я так понимаю, что она нравится и моим девчонкам. И скоро у меня ее отожмут. Но в целом, туничка очень хорошенькая. Карманчики по бокам. И сзади также. Поэтому, если вам нравится, проходите по быстрее по ссылке и заказывайте. Дальше примеряем. Следующее платье. Оно, конечно, длинное. Но дома ходить оно в целом должно быть хорошо. Напишите, как вам. Мне нравится то, что оно светлое, яркое. И такое длинное, красивое платьишко. Рукавчик наполовину такой. Ну, вот здесь вот он, конечно. Такое ощущение, что оно у меня большое, да? Немножко. Свету тоже смотрят. Как-то не так немножко оно мне сидит. Ну, вот таких вот платьев мне прислали аж два. Поэтому вот так вот. Продолжение следует... Продолжение следует...